здравствуйте давайте попробуем сейчас вот наконец-то здравствуйте всем кто со мной привет привет ой как много сердечка рада вам рада вас видеть очень жаль что опять не получилось в 5 часов вечера когда договаривались с вами пообщаться хотел вам показать своих мелких но из-за связи много трачу ли я времени вы знаете смотря на какие иногда могу собраться за 15 минут иногда для этого для этого нужен целый день что главное мужчине вы знаете не все у нас мужчины надежные чем бровки красишь я же отвечаю вам помадка специально для бровей мак фирма очень нравится безумно красивая спасибо большое вам про свою косметику знаете забыла в машине я специально взяла для вас маску такую очень бюджетную варианта но которая мне очень нравится стоит всего лишь 80 тысяч я волосы не крашу 80 тысяч белорусских рублей но к сожалению забыла в машине и наверно из всех масок она мне нравится больше всего поэтому ты шьешь свадебный этаж у нас много девчонок выходили замуж в моих свадебных платьях в золотом петушке мы в данный момент находимся приехали на ужин не часто нас отпускают на такие мероприятия но бывает я очень хочу купить платье у тебя пожалуйста мы вас всех ждем в нашем шоуруме звоните пишите будем вам очень рады а что фирма не помню ребят честно не помню я знаю где покупать ее я вам обязательно расскажу и покажу а помадку я покупала в москве официальном магазине у нас если наверно только заказывать ну хорошо договорились покажу потом вам ну ребят кто еще со мной всем привет вы знаете сердечки летят я не понимаю то иногда много-много сердечек то потом вообще ни одного я вам не нравлюсь давайте зелененькие фиолетовенькие у-у-у-у какие вы молодцы ну Таня что а где Мош? Мош сидит рядышком ждем наших друзей спасибо большое Раден Екатерина делала в марте я тут да часть моей жизни спасибо большое А если я вам покажу что мне сейчас принесли вы меня некоторые поймут а некоторые не очень Смотрите, вот что я люблю очень-очень сильно. Вы знаете, в коробке Москва УФС-30 стоит 40 тысяч белорусских рублей. Думаю, это могут позволить себе многие, поэтому, пожалуйста, расскажите, как дела у вас. У меня дела хорошо, немножко уставшие на самом деле, до сих пор не отошла. Не могу перестроиться на наш график, наш ритм, поэтому давайте на этот вопрос. Я завтра выйду вам в эфир без косметики, со своими малышами и все вам расскажу. Покажи платье, вы очень приятная девушка, как дочка перенесла перелет. Дочка перенесла перелет обратно очень хорошо, она практически спала всю дорогу, потому что мы летели ночью. На самом деле, в ту сторону было очень крайне сложно, во-первых, потому что она мне не спит ни днем, ни ночью, да, и обсмотреться делать нечего. У тебя есть где сидеть и все. Поэтому, вот, платье, смотрите, вот так, видно всем, какие, как будто ты раньше очень любила вулфор, но в последнее время они очень сильно испортились, и поэтому пока не с колготка хожу, одеваю легендсы. Ты ревнивая? Я думаю, это вам надо спросить у моего мужа, а не у меня. Давайте встречаться чаще в перископе. Вы знаете, я не знаю, вам интересно со мной общаться? Неинтересно. В принципе, сейчас 507 человек с нами в эфире. Если будет человек 700, то мы будем общаться намного чаще. И, ребят, за вас, за вас. Спасибо большое. Мужу расскажи, она ревнивая. Он воздержал, он решил воздержаться. Очень интересно, что вам конкретно интересно. Даже во сне. Даже во сне, он сказал, я ревнивая, даже во сне. Люди, а вы такие ревнивые? Я бы убила, наверное. А в каком районе Минска вы живете? Мы живем не в Минске, мы живем за городом. Какие процедуры делаешь косметологу? На самом деле, не очень часто получается попадать в косметологу из-за времени. Если шантаж просился от человека. Неправда. Совсем неправда. Просто, ну, мне кажется, это здорово. Я вообще люблю, когда вы сердечки ставите. Я не понимаю, что лучше сердечки или 700 человек. Знаешь Олесю? Какую Олесю? Кто твой косметолог? Мой косметолог Ирина в Випруме. Очень приятная женщина. Знает, что мне надо, как мне надо. А в основном я нет. У меня свои волосы. В основном у меня ухаживаю за собой дома. Я говорю, опять же, из-за нехватки времени. Куплю вам... Куплю вам, видите? Покажу вам косметику, которая, в принципе, бюджетный вариант. Есть и такая подороже. И совсем дорогая. И я думаю, вам понравится. А наилу будете пользоваться с удовольствием. Нет, не увеличивала. У меня она такая большая всегда. Это можно следить на моих юношеских фотографиях. Я раньше красила волосы. Я была белой. Да, Олесю Асту знаю. Привет, если она с нами. Чем занимаешься с дочей на развитие? Простите, не успела прочитать. Можно еще раз этот вопрос? Олесю Асту знаю. Каким он сейчас в золотом гребешке. Но спрашивайте, что... Раньше красила волосы, а теперь перестала. Вы знаете, все, что дает природа, наверное, самое лучшее. Единственное. Я не против всяких коррекций. Потому что, если человек себя неуверенно чувствует в своем облике, значит, он должен что-то поменять. Расскажи, какой здесь остатый человек. Ребят, вы у нее спросите, какой она человек? Хороший. У нас все люди идеально хорошие. В общем, давайте мы с вами свяжемся чуть-чуть попозже. А, наверное, в парк... Везде хожу и в цирки, и в парки. Дома занимаемся, и в школу ходим. Поэтому сейчас мы заблокируем кого-то. А я не умею. А, нет, могу. Заблокировала какого-то плохого человека. Правда, зачем же нам? Плохие люди. Все, ребят, до встречи. Через пару часов. Всем привет.